В третьем туре чемпионата России Суперлиги Паримач Ленинградка из Санкт-Петербурга проводила свой первый домашний матч в сезоне и соперник был очень принципиальный Краснодарская Динамо У Ленинградки на старте чемпионата два поражения У Краснодара одна победа на своей площадке но поражение от Сахалина и конечно же команда Константина Ушакова приехала в Санкт-Петербург рассчитывая если не победить, то хотя бы увести набранные очки Составы для этой встречи были довольно привычные У Ленинградки одна проблема с Марией Фроловой пока она получила небольшую передышку вследствие травмы она вынуждена несколько недель не тренироваться поэтому сегодня ее участие в матче не планировалось Здорово команды начали обострять игру хорошей подачей но и потерь на старте матча было довольно много вообще ошибок для одного сета 10 это очень большое количество долго не могли Ленинградки разобраться со страховкой очень много мячей упало и в середину площадки и различных отскоков за блока но потом это движение появилось стало чуть быстрее перемещаться защита чуть больше доигровок, которые с переменным успехом реализовывали основные нападающие Анастасия Горелик диагональная ну и также две доигровщицы Елизавета Самадова и София Кузнецова Ленинградка использовала новую схему приема в этой встрече они принимали практически весь матч вдвоем Либера Алина Кузнецова и Елизавета Самадова ну а у Константина Ушакова был абсолютно другой план по позиции Либера Мария Бибина всю игру и вообще она была единственной Либера в этом матче Екатерина Третьякова подключалась в каждой из партий в качестве специалиста на приеме Самой уверенной партии у Ленинградки выдалась четвертая когда с помощью хорошей подачи и великолепного блока Марии Перепелкиной команда сумела победить соперника со счетом 25-16 даже в концовке четвертого сета Константин Ушаков дал передышку своему лидеру сделал двойную замену убрал с площадки Марию Халецкую которая очень много и разнообразно атаковала очень много выигрывала в итоге она набрала 27 очков в матче это лучший результат следом за ней по набранным очкам стала Ангелина Спирскайте и такой же результат как у Ангелины 27 очков у Софьи Кузнецовой в пятом сете практически с самого начала лидерства захватили хозяйки снова с подачи Екатерины Поляковой команда начала в расстановке при своей подаче и несколько очков удалось набрать на блоке потом был очень важный момент с видеоповтором в середине сета когда долго разбирали момент заступа Марию Халецкой при атаке задней линии в итоге арбитры нашли эту ошибку и конечно же этот повтор позволил Ленинградке более уверенно вести в счет таким образом Ленинградка одерживает первую победу в сезоне побеждает в пяти партиях зарабатывая два очка но и Краснодар увозит из Санкт-Петербурга одно очко за поражение на полбрейке непростой матч получился для этих команд итог его 3-2 является лучшимascular обученияом успешным ώνando Worfin Continue рут н з первое третье на л อ